Девять дней минуло со страшной аварией. Сегодня глава города отвечал на вопросы журналистов об обстоятельствах трагедии. Лапы, клыки и хвосты. Бездомные животные создают проблемы жителям города. Дентальная имплантология. Семинар для стоматологов прошел в Нефтьюганске. Кому принадлежит большой груз с вездеходом? А именно он, по сути, протаранил автобус, перевозивший нефтьюганских акробатов. На этот и другие вопросы журналистов отвечали представители спецслужб во время брифинга в окружном правительстве. Вначале каждое ведомство, МВД, МЧС, инспекция безопасности дорожного движения доложила о своем секторе работ по страшной автокатастрофе 4 декабря. У журналистов больше всего вопросов по расследованию. В частности, до сих пор не сообщается о владельцах большегруза, перевозившего тяжелую гусеничную технику. Впрочем, на брифинге эту информацию не озвучили. Конечно, известны и предприятия, и организации, все фамилии, все есть. И кто какие разрешения выдавал, все это есть. Но, к сожалению, я комментировать это не могу. Это будет уже, наверное, в окончании, в завершении расследования. Сейчас следственный комитет ищет водителей, у которых сохранилась запись видеорегистратора о перемещении трала с гусеничной техникой. По одной из версий, вездеход к моменту столкновения был сдвинут. То ли он сдвинулся до того, как предварительно. У предварительной информации те следователи, которые были на месте и сотрудники органов внутренних дел, не обнаружили никаких видеорегистраторов. Почему автобус ехал без сопровождения и кто, по сути, отвечал за безопасность детей на дороге? На встречу подчеркнули. У страшной автокатастрофы целый комплекс причин. Над причинами работают сейчас лучшие следователи, какие бы там ни были попытки и слухи, инсинуации и прочее. Я думаю, что расследование будет проведено и в ближайшее время эти причины нам озвучат. Как не допустить подобных трагедий? Сейчас в округе разрабатывают комплексную программу. На брифинге озвучили планы и уже принятые решения. Во всех спортивных мероприятиях, в последующих, которые будут у нас проходить, дополнительно внесена такая норма, что добавлен один день, день на отъезд, чтобы дети могли уезжать рано с утра, в светлое время суток. Предложений ждут и от самих югорчан, подчеркнули на встрече. Кстати, сейчас в округе появилась горячая линия, по которой можно сообщить о нарушениях по безопасности детей. Наталья Платонова, Денис Ячменев, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня 9 дней, как на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибли нефтьюганские спортсмены. С минуты молчания началась встреча журналистов с главой города Сергеем Дегтяревым. В пресс-конференции приняли участие не только представители региональных СМИ, но и депутаты. 24 человека пострадавших и 12 погибших. Таковы последствия аварии 4 декабря. Несмотря на то, что часть детей идет на поправку, а некоторые даже выписаны, состояние других по-прежнему очень тяжелое. В дальнейшем они будут нуждаться в длительной реабилитации и реконструктивных косметических операциях. Критически можно назвать и состояние родителей, которые пережили шок и потеряли детей. У многих жителей есть горячие желания помочь, в том числе деньгами. На сайте городской администрации появился счет фонда «Созидание», на который горожане перечислили уже около миллиона рублей. Журналистов интересовало, на что конкретно будут потрачены собранные деньги. Мы еще сами даже не понимаем до конца, что нужно, в чем нужно будет помочь. Может быть где-то это действительно лечение и реабилитация пострадавших. Может быть необходимо будет лечение тем родственникам, которые в связи с трагедией тоже пострадали, по сути дела, физически. Деньги будут расходоваться непосредственно под общественным контролем. Ни одна копейка не уйдет куда-то на какие-то другие нужды. Именно только, чтобы все услышали, на поддержку пострадавших семей. В интернете также начали появляться объявления о сборе средств тому или иному ребенку. Глава города посоветовал, прежде чем переводить деньги, убедиться, что за призывом о помощи не скрываются мошенники. Я больше всего боюсь, что за этими обращениями могут, как у нас уже в стране не раз бывало, могут оказаться не только родственники. Да, сначала появляются обращения родственников, а потом появляются обращения клоны. Разумеется, всех волнует виновник аварии. По мнению главы города, факторов риска, которые способствовали этому ДТП, было слишком много. Из Хантаманхиска выехали в темное время суток и в сильную метель, хотя существует запрет на перевозку детей в таких обстоятельствах. Как выяснилось, заявка на соревнования была оформлена только на 24 ребенка, а поехала 60 двумя маршрутными автобусами. По словам Сергея Дегтярева, в Сибирике это было нередкой практикой. Мы начнем с того, что в течение года ни одна перевозка детей этого учреждения не осуществлялась официально. Ни одной заявки в ГАИ, уведомления, ни заявления на сопровождение от Сибиряка не поступило. В отличие, например, от той же детской юношеской спортивной школы «Олимп», в которой мы отследили количество заявок 22 в течение года. Впрочем, группы из «Олимпа», несмотря на наличие уведомлений в ГАИ, также оставались без сопровождения. Более того, совсем уж вопиющий случай произошел уже в эти выходные. Невсюганский тренер повезла своих воспитанников на соревнования в Нижневартовский район. И опять без сопровождения, потому что наша ГАИ в нем отказала. Очень много обвинений нам в том, что мы, администрация, не финансируем сопровождение. Для всех хочу сказать, сопровождение выделяется бесплатно. Но выделяется оно в соответствии с приказами МВД и приказом об организации перевозок транспортных средств на наши территории. Совместные приказы. Пока он не отменен. Пока до сих пор мы, к сожалению, детей считаем автобусами. И события, которые у нас на этих выходных произошли, да, с выездом нашей группы в Нижневартовский район, наши ГАИ в сопровождении нам отказывают. Для них, видать, трагедия, ну, не явилась к катализаткам. Наверное, забыли о том, что есть такое понятие в их названии, как безопасность. Довольно странной выглядит здесь и позиция тренера, которая повезла детей, несмотря на прямой запрет. Вся вот эта ситуация, она все-таки выходит у нас от тренеров, которых мы любим безумно, уважаем, родители на которых там молятся, потому что видят, что спортивные достижения там все. Но при этом забываем одно. Не надо в погоне за спортивными результатами и достижениями, надо еще и помнить о том, что все должно сделано быть по правилам. Результатом служебных проверок стали отставки некоторых должностных лиц. В частности, написал заявление об увольнении Александра Комарницкий, который исполнял обязанности председателя спорткомитета на момент катастрофы. Полной неожиданностью для большинства горожан стало закрытие спорткомплекса. Как стало известно на пресс-конференции, заключение об аварийном состоянии кровли администрация получила за два дня до трагедии. Выявились вообще ужасающие факты. По сути дела, когда комиссия вышла на крышу, некоторые плиты перекрытия под ними шатались. Да и, собственно говоря, из-за чего все и пошел вопрос. Начали обнаруживать песок в бассейне. Откуда он брался? Это разрушающиеся плиты наверху. Когда откроется спортивный комплекс, сказать сейчас очень трудно, поскольку до самих строительных работ еще далеко. Сначала специалисты должны будут решить, что делать, реконструкцию или ремонт, и подготовить соответствующий проект. Воспитанников, родителей и персонал волнует вопрос, куда будут перенесены занятия. А куда все-таки будет переведено отделение спортивной акробатики? Потому что ходят разговоры про Свитозар. Сибиряк – огромный спортивный комплекс, где занималось очень много людей. И развести это было достаточно сложно. Для нас самое главное, чтобы дети занимались в лучших залах. Это ответ на последний вопрос. Сможем сохранить платные структуры у нас в Сибири, в Олимпе, либо в Жемчужине, либо в других наших залах. Ну, дай бог, чтобы это получилось. Несмотря на огромное горе, посетившие Нефтьюганск, новогодние представления и концерты не будут отменены. Так же, как и губернаторская елка в Ханты-Мансийске. Так что вопрос безопасной перевозки детей по-прежнему актуален. Инна Новикова, Денис Ищемнев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Поток жалоб на безнадзорных животных нарастает. Сегодня горожане прислали очередное видео. В третьем микрорайоне собака не дает детям пройти в школу. Очевидцу происшествия, который предоставил это видео, удалось отогнать собаку. Жалобы на безнадзорных животных идут от жителей практически всех микрорайонов города. Ребенок возвращался из школы. Значит, вышла из здания школы, на нее напала собака. Собака повалила ребенка в снег. По счастливой случайности шел мимо незнакомый мужчина и мама-одноклассника. Мужчина начал оттягивать собаку от ребенка. Она начала драть просто ребенка. А мама-одноклассника, она начала растягивать просто. Как сообщают городские коммунальщики, отлов безнадзорных собак начнется в ближайшие два дня. Причем в первую очередь начнут отрабатывать заявки по школам и детским садам. Горожан призывают сообщать о местах скопления собак в единую диспетчерскую службу. Телефоны вы видите на экране. Искусственные елки для всего города уже начали устанавливать. Напомним, в этом году в Нефтьюганске построят семь ледовых городков. Центральный на Юбилейной площади. Площадку под городок уже расчистили. Сейчас сюда привозят ледяные плиты. Как и в прошлом году, их заготавливают на Голубом озере. Подрядчики из Ижевска должны построить своеобразную копию Кремля к концу декабря. Мы ориентируем подрядчика, ориентируемся на 24-25 декабря, на выходные дни, на открытие. Я думаю, погода нам позволит, а с точки зрения возможностей подрядных организаций, все это будет обеспечено. В эти же сроки подрядчики должны сдать не только главный городок, но и скульптуры и горки во всех запланированных точках строительства от 16 до 11 микрорайонов. Каждый год в декабре мы становимся перед выбором, искусственная или живая. Если уж вы являетесь сторонником настоящих деревьев, то следующая информация для вас. Как добыть ель, не нарушив закон, и во сколько это обойдется в сюжете. До Нового года остается 19 дней. Подготовка к самому важному для русского человека празднику идет полным ходом. Ну и какое же торжество без елки. Сейчас самое время раздобыть деревца, которое будет радовать глаза и носы в течение всех каникул. Самый простой путь, заплатив 800 рублей или больше, приобрести праздничное дерево на свой вкус. Сделать это можно как в нефтьюганском лесничестве, так и в некоторых торговых точках нашего города. Кроме того, есть еще вариант вдвое сэкономив купить специальный талон на вырубку и сделать все самостоятельно. Рубки подлежат хвойной породы деревьев. Это ель, пихта, сосна. Рубка кедра категорически запрещена. Стоимость данной услуги варьируется от 400 рублей. В этом году аукцион на реализацию деревьев выиграли несколько частных предпринимателей. Договоры можно приобрести в Купце, в Буме, в Европе и в других торговых точках. Подробнее об адресах вы узнаете, позвонив по номеру 293-103. Кстати, для тех, кто считает, что в 21 веке ставить живое дерево в доме – это варварский жест и недостойно современного человека, следующий комментарий для вас. Заготовка разрешена только на трассах коммуникаций. То есть данные трассы, они в любом случае прочищаются раз в пять лет. От мелкой поросли, от хвойных пород и так далее, от всех, так сказать, древесной растительности. Никакого ущерба лесам, экологии, вырубка новогодних елей на данных объектах не несет. Под трассами коммуникаций имеются в виду нефтепроводы, газопроводы и линии электропередач. Эти места четко обозначены и при заключении договора купли-продажи вас проинструктируют. Для тех, кто возьмет дерево силой, без соответствующего договора купли-продажи предусмотрена ответственность. Ощутимый штраф от 3000 рублей. Согласитесь, такие непредвиденные расходы могут оставить неприятный осадок. Быть может, нет смысла портить себе праздник. Никита Чебыкин, Денис Ячменев, телерадиокомпания «Юганск». Стоматологи из Нефти Юганска, Лангипаса, Пытьяха, Сургута и Москвы обсудили сложные случаи дентальной имплантологии. На семинар специалисты приехали вместе с пациентами. В течение двух дней профессионалы делились опытом и возвращали югорчанам утраченные улыбки. За плечами Владимира Анатольевича 25 лет стоматологического опыта. Профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии имени Пирогова уверен, помочь можно любому пациенту. В этот раз Владимир Путь обсудил с сибирскими специалистами возможности дентальной имплантологии. Основной акцент на импортозамещение. Искусственные корни зубов заграничного производства предлагают заменить на белорусские. Импортозамещение в стоматологии – это внедрение самых современных, самых новых технологий в медицине, в стоматологии. Однако при этом стоимость данного лечения для пациента не должна быть запредельной, иначе смысл – это импортозамещение. Российские стоматологи могут нарастить кость в разных сегментах челюсти или провести пластику десны пациенту, которому раньше помочь были не в силах. Современных специалистов интересует все – от экономии времени больного до тонкого эмоционального контакта между врачом и пациентом. Нужно наладить контакт с пациентом, в первую очередь, психологический контакт. Все ему объяснить, не скрывая ничего, никаких возможных осложнений, чего больше всего боятся пациенты. Все нужно рассказать ему, и чтобы он все осознанно сам принял для себя какое-то решение. Особенно важным считается системное понимание реабилитации пациента. От взаимодействия специалистов зависит конечный результат работы. Организацию этого процесса также обсудили на семинаре. Тоже проблема существующая во многих клиниках. То есть хирургия отдельная, ортопеды отдельные и так далее. Это неприемлемо на современном этапе. Потому что тот уровень технологий, который предлагается, они немыслимо в одиночку их исполнить. Поэтому врач-стоматолог – это очень широкое понятие на самом деле. Другой вопрос, что, к сожалению, в силу разных причин, стоматологи начали специализироваться в разных направлениях. Практическую часть стоматологи отрабатывали одновременно в нескольких кабинетах. Галина Ромашова посещает семинар профессора уже в третий раз. В Нефтьюганск из Лангипаса она приехала вместе со своими пациентами. Занятия всегда познавательные, полезные. Он у нас был в мае месяце оперировал пациентов. Как правило, пациентов он просит сложных. Тех, с которыми мы не можем справиться своими силами. Стоматологи уверены, хорошая гигиена полости рта может избавить от многих проблем. Но если они все же случились, следует немедленно обращаться к специалисту. Елена Галиман, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом у меня все. Сразу после новостей смотрите материалы о ярмарке бизнесменов и итогах конкурса «Предприниматель года». Всего вам доброго и до встречи в эфире.